МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио-компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухо этим выпуском. Молодь на уборце. У регионе працуют 80 молодежных экипажев. Допамога Успякоту, ДАИ и Червоный Крыж раздавали водителям пятную воду и вымирали тиск. Подарунок детям сегодня у Гомеля открыли новую гульнявую пляцовку. А зараз об этом меньшим больше подрабязна. Президент Беларуси потребует усмотнить технологичную и кадровую дисциплину подчас уборочной кампании. Такое доручение керавник державы дал подчас рабочей поездки у Мерзкий район. У господарца Туркова Александр Лукашенко потекавился темпами уборки сборжевых в области, краине и прогнозами на ураджай. Особливую увагу звернули на забеспечение аграреотехникой. О приватности размова ишла об поставце на предприемство беларуских пресс-подборщиков. У комплексе задач центральное место займае отказный подыход до кампании на усих узровнях. Технологическая дисциплина, без нее нечего в поле выезжать. Если нет технологии, чего пахать и сеять в убыток. Технологическая и самое главное – это кадровая, трудовая дисциплина. Железная дисциплина. Привлекайте кого хотите, но люди должны выполнять свои обязанности. Ибо Витебская область будет телепаться, барахтаться в собственном соку многие десятилетия. Подчас поездки размова ишла и про социально-экономичное развитие региона. В управленности у Мерской центральной районной больницы подоручение керавника державы завершили будовництво и увели у эксплуатацию новый корпус. Уборочная компания переодолила свой экватор. У Беларуси убрали 50% площадь. Вага кровая на сёння – 3 млн 65 тыс. тонн. На Гомельщине обмолочена каля 45% до плана. Сабрана каля 300 тыс. тонн сбожжа. Бородьба идея литеральна за кожный килограмм у раджаю. Побач с вопытными механизаторами – их молодые коллеги. На полях Добрушского района побывал Олег Синцерову. Вырос аптым, что комбайны працуются на порядках 6 годин ранится до 22 вечера. Вязков, садящуюся не большим журналистским штампом, у 6 годин кажуть, на палетках ящей ляжить роса, убирать мокрое зерне, не зусим рационально. Иншая справа, что в такий ранний час сами механизаторы, саправды уже на просунных местах. Необходно ящей раз проверить технику и заправить комбайны палевом. Жниву не только на прожженный час, а леймакчимость неодренно зарабить. Простые никому не потребные. У майстерных сельско-господарных предприемцев сегодня тишиня. У боксов нема ни одной одинки техники. Одной сабыякова до технического стану тех же комбайнов саби дорожей. Для комбайнера молодежного экипажа сельско-господарного предприемства Утювска, Сергея Зубарова и его помощника Ильи Зюськова, это же него явно не самая простая. Частка посевов закинула у вынеку притяглась пякоты, а не многое из того, что досталось не лепшей якости. Каб с весь истраты до минимума приходится прикладать значное намагание. Ходится, да, трошки больше регулировок, чтобы было меньше потерь. И так зерна мало, а сделать по минимуму все. Самые меньше низкие потери, чтобы были. Да, тяжеловато. Возникают проблемы, трудности. Но я с ними справляюсь. Молость Гомельской области у этой уборочной кампании принимает самый активный удел. Зараз на палетках прасует каля 80 молодежных экипажей, а прячатого свой уклад у огольных каравая уносит каля 500 бойцов, больше чем 40 сельско-господарших отрадов. В этом году впервые совместно с Фондом мира мы собрались реализовать такую акцию, как «Молодежный каравай-2018». По итогам мы выявим лучшую молодежь, и она будет поощрена крупными материальными призами. Еще у кроссовиков в Добрском районе начали проводить работу по створению у сельско-сподприемцев молодежных отрадов. У Ксуп-Крупец у его состав вошли 10 наученцев местовой школы и Добрского лицея. Сегодня они працуют на зерне току. Работа, макчима, не самая творчая, а для корыстная. За каждую отрасованную годину бойцы отрады отрывают кля двух рублев. Я думаю, что мне лучше прийти здесь поработать, заработать какую-то сумму денег, чтобы потратить на нужные мне вещи. У кабинных комбайнов механизаторы проводят основную часть упроцовного дня. А тому створение для их належных бытовых умов – одна из головных задач для керевников господарки просоюзных комитетов. Все это у полови сельско-сподприемцев Добрского района набыли пересованные вагоны-сауны. Ясчедно обоисковое умово-харчевание в акционерном товаристве Утевской стравы на палетке и зерне токи приводят двочи на день. Причем сами работники платят за два обеда меньше, чем по 50 копеек при достатково-разностайном меню. Определенно есть мой конек, это армейская такая, чисто горох с пшеном, с куриным бульоном. Заказывают в определенный день, например, сделают. Пожалуйста. Вчера был день ВДВ. Некоторые комбайнеры служили в воздушно-десантных войсках, заказывали праздничный обед. Для них было сделано рис с овощами, с кабачками, куры жареные, суп там гороховой зеленью с колбасками. Ну, в общем, такое вот все. Никто не жалуется. Олег Сентяров, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель», Добрский район. Специалисты Министерства юстиции и регионального управления сегодня у Гомеля обмерковывали организацию на местах службы «Адно окно». Указ президента Беларуси номер 202, який регламентуя гэтую дейность, уступят усилы у листопаде. Документам у першыню на законодавчем узроуне замацовывается правовый статус службы «Адно окно». Регулюется парадок ее створения и работы. Згодно с указом служба организуется у городских и районных выконкамах, а так само администрациях. Основная задача – прием заяв грамадян об ожицеолении администрационных процедур и выдача решения у ПАИХ. Специалисты так само бесплатно проконсультуют по питаниях подрыхтовки необходимых документов. Указ вступает в ноябре месяце. И мы, как координатор министерства юстиции, проводим серию семинаров для того, чтобы понять, что происходит на местах при осуществлении одной процедуры. Как в отношении граждан, так и в отношении юридических лиц. Учить никого мы сегодня не будем. Как делать, рассказывать тоже ничего не будем. Наша основная цель – это выяснить положение на местах. Подобные встречи пройдут во всех регионах. По их выниках у Кастричнику отбудется республиканский семинар. Уласным опытом организации службы «Адно окно» поделятся замежные эксперты. С рекомендациями выступят представники Министерства юстиции Беларуси. Звернуться с пытаниями до представников Улады жихары региона смогут завтра. Суботнюю промую линию проведет наместник старшини Гомельского Аблвы Конкама Владимир Прывалов. Номер телефона 33-12-37. Так само на сувесь выйдет наместник старшини Гарвы Конкама Сергей Андреев. Номер телефона 75-63-33. Промые линии будут працавать с 9 до 12 и 1. До инших тем. У Спякотная надворья узрастает рызыка дорожных здареньев. Сегодня супрацойники Держа Аутоинспекции суместно с волонтерами областной организации Червоного окрыжа провели профилактичную акцию выратуем водителям Ацпякоты. Аутомобили спыняли на трассе М-8 Новая Гута Гомель. А малюси удельники акции ехали с морского побережья до дому. Многие долгий час находилися за рулем. С подробностями Евгения Кухаронак. Слупок термометра узнялся до 30 градусов и держится на этом уровне в регионе не первый день. А это значит нужно ротовать водителей от спякоты. Многие автоматы нашей области ведут, что когда их спина инспектор ДАИ развернулся плясовка по оказанию первой допомоги червоного окрыжа, их ждет приемная размова и корисные подарунки. Сотрудники госавтоинспекции приводят статистику, а также дают рекомендации о том, как необходимо себя вести на дороге, если вдруг с вами случилось такое, что нет водички либо что-то еще. В то же самое время сотрудники госавтоинспекции совместно с Красным Перестом раздают бесплатно питьевую бутилированную воду, чтобы водители могли себя чувствовать довольно хорошо за рулем. Участники дорожного движения, конечно же, когда с вами улыбаются, благодарят за полученную информацию и продолжают свой путь уже дальше с хорошим настроением. Многие из тех, как господин Лесене, ехали сдалек, однако самоотчувание у водителя у норме. Наверное, не тиску показало амаль идеальные лечбы. Гэты автоматы ведают, что добросумленное ставление до своего здоровья залог безопасного дорожного руху. Сначала как-то испугался, было неожиданно, потом приятно удивили, померили давление, угостили холодной водичкой, очень приятно. Почаще такие акции надо проводить. За опошние десяти годы на дорогах регион отбылось 93 ДТЗ по причине стомленности водителев. Погроза возрастает успехотные дни, тому супрацовники Держа автоинспекции и Белорусского товариства червоного крыжа райцю такое надворье не находится у автомобилей долго. Коли запланована далекая поездка, которую нельзя откласть, лучше ехать раниться, и по коль поветро не поспело нагреться. У машины треба иметь запас питной воды и необходимые леки. Евгений Кухаронок Игорь Марышенко телерадо и компания Гомель. Спекота в Беларуси спадена наступным тыдне. Температурный фон в первые дни месяца перевысит климатичную норму на 2-6 градусов. В ближайшие дни спекотное надворье заховается, олени обыдется без у понеделах 6-го жнивне атмосферный фронт, який смещается с Балтыйского моря, обумовить у особных районах краины короткачасовые дожджи на вольнице, якие местами будут супроводжаться парывистым ветром. Температура поветра у ночи складе до 18, у день до 25 градусов. Протягиваем выпуск. Делегация международных экспертов с Национальных института радиоцинной аховы Чехии наведала гости знайомилися с распроцовками беларуских ученых. Выникам стала домовленность об далейшем супрацовнецтве. Программа визиты включала рабочая сустреча и круглые столы наведвания полескага державных радиоцинной экологичного заповедника и ознаймлення системой радиоцинного контроля у Беларуси. Практичные выники деянности беларуских доследчиков протягнули увагу новых лидов с хлеба у рослины и организм живел. Навуковцы так само зацекавили распроцованные у институте компьютерные модели, які дозволяють прогнозовать радиоактивное заворуджування сельско-господарчих культур, кормов и продуктов харчавання. Чешские эксперты убачили лаборатории, які забеспечиваюць радиоцинный контроль продукции на рынках и засталися под уражением от работы по информовании и повышенне радиологичной культуры насельництва потерпелых территорий. Хочу отметить, что опыт Беларуси, а именно института радиологии один из самых уникальных в мире. То, что было сделано здесь в поставарийный период имеет огромное значение не только для Европейского Союза, но и для всего мира. В нашу эпоху активного использования ядерной энергии мир хочет быть готов к потенциальным радиационным аварийным ситуациям. И для такого обеспечения готовности нам просто необходима та научная и практическая база знаний и опыта, которая имеется в институте радиологии. Я думаю, что Евросоюз, МАГАТЭ и научное сообщество в целом должны поддержать этот институт и его деятельность. Чешские эксперты готовы пропоновать новые формы и методы суместной работы с институтом радиологии. Например, в использовании сучастных сродков вымирения на вертолетах. Новую детячую гульнявую пляцовку сегодня открыли на Супрадь Гомельского городского центра социального обслугования семьи и детей. Проекта життявили дякуючи спонсорской допомозе. У центра звертаются семьи, які опынулись в тяжких життявых ситуациях. Многие приходят с детьми. Так само размещено кризисное отделение для беженцев, в яким нередко проживают семьи с детьми. Детям с уседних дворов приходить на пляцовку так само не забороняется. Гэты, а так само іншая новины вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершенный. Доброго вам вечера и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Врезался в стоящий автомобиль, порезал ножом заднее колесо и уехал. Таким способом пьяный водитель в микрорайоне Мельников Лугомеля решил отомстить владельцу машины, которая мешала ему проехать. Преследование автомобиля дебошира начала машина охраны, затем подключился экипаж ГАИ. Госинспекторы и произвели задержание в одном из дворов. Сделать это удалось, правда, не сразу. Мужчина заперся в машине. Милиционер успел просунуть руку в окно и открыл заднюю дверь. Позже выяснится, что у водителя в крови было более двух промилле алкоголя. Всего на территории региона зафиксировано несколько десятков аварий. Не обошлось без погибших. Так, смертельное ДТП произошло накануне днем в Рогачевском районе на трассе Р-43. На 130-м километре лоб в лоб столкнулись микроавтобус и фура. По предварительной информации водитель уснул за рулем из-за чего не справился с управлением транспортного средства выехал на полосу встречного движения где совершил столкновение с автомобилем МАЗ. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения от которых скончался на месте ДТП. В еще одном ДТП пострадал подросток. Инцидент произошел в Лельческом районе. Водитель Пежо 406 на автодороге Мозырь-Лельчицы Милошевич и внезапно повернул налево. Велосипедист госпитализирован. К слову, причиной роста числа ДТП в стране может стать и установившаяся жара. Минздрав рекомендует нанимателям учесть это при составлении графика работы. Помощь водителям в таких условиях сейчас оказывает ГАИ Красный Крест. В Гомельском районе сегодня госинспекторы и волонтеры раздавали автомобилистам питьевую воду и измеряли давление. По-настоящему жарко было и спасателям в области произошли три пожара. Два из них в Гомеле. В первом случае по переулку строителей загорелся автомобиль Опель Астра. Огонь повредил моторные отсеки и покрытие машины. Во втором горели хозпостройки по улице Октябрьской. А этой ночью спасатели житковического МЧС выезжали в деревню Хвойка. Там также горел сарай. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины пожаров устанавливаются. Однако, сразу в трех случаях одна из рассматриваемых версий возникновения пожаров занос постороннего источника извне. И на этом все. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. Увидимся уже на следующей неделе. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Хоккейный клуб Гомель в товарищеском матче обыграл Жлобинский Металлург. Игра проходила на ледовой арене областного центра. Счет открыли гости. Точным броском отличился Данил Маслюков. Еще к первой сирене на перерыв рыси отыгрались. Сравнял цифры на табло Антон Точилкин. Далее забрасывали только хозяева. Никита Юрченко, Николай Сусло и Евгений Хузеев сделали счет 4-1 в пользу Гомеля. Металлург взял реванш в серии буллитов, которую устроили после окончания поединка. Столевары были точнее в этом компоненте игры. В следующий раз обе дружины выйдут на лед уже в официальных поединках. 5 августа стартует очередной розыгрыш Кубка Руслана Салея. Рыси на выезде играет с Динамо Молодеч на Столевары с Солигорским Шахтером. На предстоящих выходных оба представителя Гомеля высшей лиги минифутбольного чемпионата Беларуси проведут первые спарринги сопернику ВРЗ и БЧ-1. Серебряный призер украинской экстралиги Энергия из Львова. В субботу на арене спорткомплекса Локомотив гости из Украины сыграют с вагоностроителями. Начнется матч в 15-0-0. На следующий день противостоять Энергии будет уже БЧ. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 13-0-0. Место проведения Локомотив. Напомню, что очередной чемпионат Беларуси по минифутболу в элитном дивизионе стартует 8 сентября. У гонбольного клуба Гомель предсезонная подготовка также в самом разгаре. Очередная порция трансферных новостей пришла из женской команды. Чемпионка Беларуси 2017 года в составе Гомеля россиянка Юлия Голубева вернулась под начало Тома Жачатара. Минувший сезон гонболистка провела в шведском «Крестьянстаде». Еще две россиянки усилят вратарскую линию. Соглашение с клубом подписали галкиперы Дарина Шулега и Рената Каюмова. Напомню, что ранее состав команды пополнили белорусские Ирина Трезно, Ирина Мокот и Екатерина Селицкая. Покинули команду в нынешней межсезонье сербки Теодора Здравкович и сестры Акбаба. А также Яна Гром и Ольга Винокурова. Валентина Кумпель ушла в декретный отпуск. Увидеть обновленную женскую команду в деле болельщики смогут уже 10 и 11 августа. Подопечные Тома Жачатера на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта проведут спарринги с гонбольным клубом Витебчанка. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин